12.17. Никому не раздавайте злом за зло, но печитесь о добре перед всеми человеками. Ничего особенного в этих тихах нет. Кто призывает сегодня мстить? А когда задумаешься, весь мир в этом живет. Война закончилась в 45-м году и все еще военных преступников разыскивают. Уже никого нигде нету. Сейчас пишут, что Гиппи умер только в 60-м году. А если бы его дошли живым? По молекуле, наверное, отставки уже было. Слово Божие открывает нам прошлую историю. Люди нестили не потому, что им плохо делают, а им казалось, что этот человек мешает карьеру убивать. Ну да что? А я говорю, ничего плохого не делал. И вдруг Священное Писание раскрывает эта причина. Потому что карьер был отрукалован. Больше ничего нет. Одна причина. Родился не от того. Отец и мать одни и те же. Оказывается, у него было другое рождение. Антитуховное. И дьявол его наставлял. Корень-то намного внук же идет, оказывается. Не мстить и возлюбленное. Представим мыслим, что сейчас живой Моисей. И мы живые христиане. По Моисеевым закону, если он будет действовать, он на всех убьет. Моисей, которому поклоняйтесь. Живого ни одного не останется. Я перебрал. Вообще никого не будет. А если по закону Магомета, ни одного живого не будет. А по закону Магомета, ни одного, ни права написано. Найти лучшего христианина и убей. Ну, это убил. А следующий, который, ну, допустим, оценка ему четвертая. Это тоже уже будет лучше. Лучше тоже убили. И этого надо убить. И так же последнего. Когда все учения мира рассмотрят, я уж не говорю, коммунистическое, враг не сдается и его уничтожает. А все религиозные течения, учения, они близко не стояли к тому, что открыл Христос. Это было потрясение. Не мстите, накормите врага. Заботьтесь о нем. Благословляйте дальнейших вас. Вот это обмантируйте в детей. Сейчас много рассуждает о том, какая должна быть государственная власть. Какое устройство. Специальная книга выпустили. Так называется проект Россия. Разные виды правления разбираются, какие были. Одно из самых привлекательных теократическое правления. Правления, как бы, от имени Бога. Священники везде, чтобы как выдравить было. Первосвященники лень, священники, они дают указания. Вообще привлекательная идея, но самая опасная. Это означает, в пункте священников будут суды, прокуратура, милиция, расстрелы, войны, все это их власть не будет. Так что, что-то останется. Бредят все время симфонии государственной власти с религиозной. Это недалеко отошло от теократического правления. То же самое зло за с Богом. Пытались сделать так, чтобы церковь стала собой, но все время под руководством держать мирских. Их нельзя держать. Это другая природа. Нельзя сделать, чтобы лев питался травой. Нельзя этого сделать. Он должен переродиться в вала. И это нельзя волка заставить питаться соломой. Он будет орешковывать. Это у него природа другая. Почему Господь говорит, надо породиться свыше. Вот тогда зло за злом уже не будет закон введено. Конечно, закон можно законом ограничить как-то. Зуб за зуб. Во время игры или как, выбери зуб, разобранец выбил, выбил. К судье поставил зубину на этот же зуб. Какой зуб? Ударили лавком зуб и говорили, все, порт закончился, иди домой. Глаз выключил. Какой глаз? Тот же судья ему выжил глаз, иди домой. А ведь сегодня за один зуб горло снесут. Да не одного. И апостол Павел дает этот закон. Никому не воздавайте злом за зло. А веритики на духовное. Что они делают? Они же учения троицы не признают. Они же против церкви. Не воздавайте им злом. С еретиками нужно обращаться кротко, специально к кому. Им рассказывать, говорить, но не так, как воровский Иосиф. Казни больше ничего не было. Он день и ночь настаивал князю великому казни всех. В конце концов добился этого. Князь, мирской человек упирается, а верующий добивается на ходе, добился казни. Инквизиция, что это такое? Спрашивается, а как бороться? Борьба только одним. Любовью. Вот человек обокрал хозяина и удрал. Его нигде не найти. Он в столице. Как иголка в стойке сена. И что? Нашли его? Он умеет прятаться. Нужда его загнала. И он приходит у одного узника, слышит, ему приносят много пищи. И узник что? Он сразу разобросил его. Не наиспо это взял. Он по разговору понял, что это бродяжка. Он говорит ему о Христе, о любви Божией, о богатстве, милосердии Божьей. И он обращается к Богу. И тогда этот Павел, апостол, пишет в Пилимону. Прими его. Прими. И отправил обратно ко мне. Он мне нужен здесь. Тебе он не нужен был. Это вор. А он обратился. А если ему не нужно, что это послание к Пилимону? Это же вор. Да если бы на каждого этого вора. Павла где-то родить. Да если бы каждый-то анисинь наткнулся на этого Павла. Сколько же новых тружеников на мире Божьей было. А ведь с мусульманами-то бороться можно. И тоже любовью. Рассказать им, что Магомед ошибся. Что Христос не умирал. Он умер. И показать, и доказать. Другого-то нигде не было источника веры, как только из Евангелия. Нет злого. Мы прерывы нас татарами. Война с мусульманами. Вы думаете, напрасно это поговорка. Казанский сирота. Это значит, что вам грозный полностью истребил мусульское население. Вся Казань не рефилоты. Нам этого никогда не просят. А это тоже неправильно. Объявлять священную войну джиха тоже неправильно. Никому никогда не раздавайте зло за зло. Тебя обидели чем? Попори молитву. И сатана отойдет. В любом зле с милосердием Божьим ты найдешь добро. Господь наказывает, бьет. Но все время ждет это покаяние, что он помилый. Бог ищет причину. Хоть маленькую. Но дайте Богу возможность помиловать человека. В первом послании к Коринфянам 13.4.5 Показано главное лекарство. Вот здоровый образ жизни. Нет зла. Болезни все исчезнут. Любовь долготерпит. Милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится. Не гордится. Не бесчинствует. Нищество его не раздражается. Не мыслит зла. Я хочу проверить все места, где говорится о зле. Любовь не мыслит зла. А что, по Моисееву закону зло было? Сплошное зло, но только в уменьшенном виде. Закон Моисея был только нянькой. Он только нил. Его значение привести ко Христу. Кто этого не понял, он так и находится под водительством няньки. Хотя уже борода суда я. Если ты желаешь жить не во зле, ты хочешь быть здоровым, ищи у Бога ответ. Вот я начинаю смотреть, приходит журнал здорового образа жизни, лечебные письма, но столько же пишут о болезниках, и на каждой ты надобись, она у тебя есть. Вот почему из прихожих стали убирать в больницу из поликлиники. Люди считают большим воображением, и каждый себе находит эту болезнь. Забудь про нее вообще, не думай. Молись и радуйся Богу. Воздавай охвалу. И скажи, а на прошлый день, еще на день старше буду, болезни будет еще больше. Да не о болезни надо думать, а о благодарности Богу. Дал Бог болезнь, благодарю тебя Господи. А издавал здоровье, было верно, порастерял все. Где я ходил? Прости меня, Господи. Начни думать о болезни, а о здоровье вообще ум не придет. Любую болезнь, это надо день и ночь зарывать, травы сидеть по щасам, смотреть, намахаться, конца края никакого не будет. Самое правильное, не злить никогда. Зло истреби. Не злить. Ну подошло что-то, сразу на колени. Испытайте крепкая узда, должна быть привязана к переднему углу, где я ходил. Чуть что развернулся, я только говорю, замените себе лес точно. Ну не могу никак я тебе доказать это. Приди, вместе помолимся. А Лера, вчера звонит мне, отец Иоанн, специально, заканчиваем все работы, к вам приеду, чтобы пожить вместе. Отец Иоанн, с нами трудно жить. На каждое дело, что поклонно. Чуть что не так, мы опять залезы по уголу. И таким же цветом все вокруг сиять начинает, другими цветами. Сам себя начинай наказывать. Быстро все это уйдет. Мы как-то ехали в поезде, я никогда не ездил, шесть человек. Я говорю, давайте договоримся так, как-то там между нами какое-то несогласие поститься в вагоне. и мы истребили в течение двух дней. Все, абсолютно. Как только несогласие какое, ноги на полог, опять режим ждем, когда дед подойдет. Да, деда, что-то между нами возникло, не так. До вечера все. Сатану морить надо, голодом. Он любит, когда ему все это подкидывают. Выкинуть это все. Первое в Коринфянам 6-6-7. Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбу между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше и терпеть решение? Лучше оказывается, когда меня завят. Не то, что обиду какую-то держать. А почему? А я ради Христа это делаю. А ты мог бы сдать, значит, конечно мог. Но я знаю, какие будут последствия. У того есть еще друзья, они меня будут хараулить, поймать, когда я буду идти один. А я буду с охранником, убиваясь вместе с охранниками. Я там так убиваю свой пример министра. Едет шесть охранников вокруг. Шесть. Святофор загорелся, и идут мимо стюарды. Не стюардессы, стюарды. И вдруг скидывают в плащи у всех автоматы. Через три секунды все охранники мертвы. Его выкинули. Все государство, товарищи, ты найдешь только мертвого в другом месте. Невозможно спасти себя. Спасает только Господь. Ты сегодня приходи к себе и скажи, жизнь моя сегодня сколько раз стояла на грани, что она могла закончиться. И от скотины, и от болезней, от невидимых микробов. Да и вообще в мире нестабильная остановка. В любой день может разразиться третья термоядерная война. Это все только вспышки ведут. И все это зло. Это нам кажется. У нас верная остановка. Каждый год возникает на земном шаре десятки войн. Локальные. Местного характера. Десятки. И гибнут люди. Кто-то партизанец, занят, как будто оружие продают, продают и продают русские оружие. На миллиарды, опять, вот эти сейчас сделали в Сюжной Америке. На миллиарды долларов это все зло сеется. И говорят, наш автомат занял первое место по многим признакам. Шесть признаков. По тому, сколько убиты. Актуатор. Называют его. Он счастливый человек? Нет, конечно. Внезапно погибает дочь. А у нее больше никого нет. Какое его горе? А к нему и вопрос. А сколько ты горя посеял этим изобретением? И все совершенствует и совершенствует. Зло. Ты совершенствуй любовь. С какой стороны подойти? Я вот так делал. А теперь можно еще и вот так. А можно через жену подойти к человеку. А можно через дочь, через знакомого, через нужду его. Все это надо исследовать. Первое Петра 2.12. И Петр учит так же. И провождать добродетельную жизнь между язычниками. Дабы не за то, за что злословит нас, как злодеев. Уви добрые дела, что прославили Бога в день посещения. Я скажу Петру, а Мавр, которому-то рубанул Бога, он прославил Бога? Петр может сказать, прости меня, Господи. Не знаю, что делать. Тоже нашелся казак. Шашка размахалась. Все переменилось. Петр стал любимым. И теперь руки распростирает и идет, куда поведут. Первое Петра 3.16. Имейте добрую совесть. Это же молитва. Господи, дай мне добрую совесть. Совесть. Первичнее Евангелие. Когда я прочитал у Иоанна Златоустов, я долго размышлял. Как? Евангелие я всегда считал на первом месте. Но стал читать дальше, Златоуст доказал. А когда Евангелия не было, как люди жили? Скажи, как жил Иоанн? Закона-то не было. Через совесть. А как жил Алик? Как жил Мой? Как он руководствовался лево и право отвечал? Совесть. Совесть первичная. Первичная, то есть раньше. Вот какой смысл. А когда совесть заглохла, сожженная была грехами, Бог дает писанный закон на Ифе и потом Евангелие. То есть это вторичное. Позже пришло. О которой человек живет по совести. И ему Евангелие-то бы не нужно было, если бы не пришествие Христа. А о Христе узнать, тут нужно тогда Евангелие. Вот с этой мести они сегодня думали поехать. «Дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Я заранее сказал, если скажут, что я покончил жизнь с самоубийством, никогда не верят. Это невозможно. Ни в каком случае никогда. Почему я христианин? Если скажут, что убил нечаянно, может быть, убил. Ну, кидал сверху, кричал, а ребенок не слышал, упала на него, балка там вышла, что я строитель. Меня грабили, а который должен был смотреть, он отошел, что убил-то я. Нечаянно говорят, нечаянно, ты машину на тормоза не поставил, она взбила, ребенка задавила. Ты все равно виной им этом. Но это нечаянно. Христиане ничего этого не могут сделать. 1 Фессон Якийцам 4.12. Чтобы вы поступали так прилично перед внешними и ни в чем не нуждались. мы все время насторожаем. Человек не вернущий, он какие делает движения, так он говорит. А даже спросили, скажите, вы людей как узнаете? Я говорю, с какого расстояния? А даже с расстояния можете узнать? С пределом видимости, если венокль есть. Я могу определить, верующие или не верующие. И как быстро, в течение одной минуты. как они разговаривают, как они поворачиваются, как говорят, как смеются, выгибаются. У верующих все другое. Все. Просто приглядитесь, когда верующие разговаривают между собой. У них во всем приличие. Верующий человек, он в присутствии лица Божия находится. Какие высокие слова он говорит. Как все сволкает. его истицы, и животные слушают. Первое, это Ликитам 5.15. Смотрите, чтобы кто, кому не воздавал зло за зло. Но все да ищите добра. И друг другу, и всем. Когда начинали строить потеряющиеся, мысли были всякие разные. Углубить пруды, а у него было желание построить дом примирения, как богодельник. А для кого? Для коммунистов. Что власть сменилась, они всеми придираем, они будут выброшены и никому не нужны. Ну, которые покаются, конечно. То я бы собрал и ты докармливал. Думаешь, у нас все будет. А такое у меня в мыслях было. Я говорю, я здесь за храмом построить, чтобы им красиво было, ухаживать за ними, чтобы они увидели в конце жизни, что такое христианство. И кого они ответы. И каким дурным путем они шли. И сейчас выпускают они свою газету и говорят, повторим 1917 год. Больше безумия даже придумать нельзя. И они среди нас эти люди живут. А можно ли их обратить? Говорю, что я с таким встречал в строевой администрации. Неоднократно беседовал. По голову беседовал. Вот совершенно, чтобы ничего не принимали, мало таких людей. Ну это уже отчаявшиеся. У которых Дух Святой отнял возможность покаяния. А как правило, говорят, ну вот я вышел раньше еще от них. Я понимаю, это зло, ну вот царя расстреляют, вот и кровавые не талии. Ну а дочек-то, это что, четыре девушки. Ну прикинь, к твоим девушкам любое. Они ничего не знают. Они нигде не участвуют. Мащеришка 14-летняя. Злодеи. Павел уже пишет в Салонике 5-15. Смотрите, чтобы кто кому не вызывал зло за зло. Какая забота была? Никому никогда зло за зло. А ведь хочется. Он мне сказал, а я-то больше знаю, а вот я ему теперь и вылетаю. Прикуси язык, помолись, подумай, обойди. 5-22. 5-22. Удерживайтесь от всякого рода злоти. Верующим. Значит, верующим не так, что я христианин, я родился свыше, и ко мне зло не подойдет. Это не правда. Зло постоянно подходит и надо воздерживать. Оно тебе тянет. Хочется сказать. Ну а как? Похоряю в угол. Не кого-то ставь, а сам ставь. И положи 100 поклонов. И за каждым поклонам найди что-то в себе. Господи, как эту обстановку выправить? Господи, коси свое сердце, чтобы ожесточение от него сошло. Ну ты, Господи, только ты это можешь. Я ничего не могу сделать. Я знаю, как ты поподай, он обожится. Я начну ему говорить, а у него уже мысли, он компромат на меня собирает. Я знаю, он такой человек. А это еще не конец. Внезапно все меняется. Вот то, что мы поваленьку движемся благовестные. Видите, какие свидетельства я вам говорю. И священство ожесточено. Мы сделали такой ход сейчас. Они ожесточены, а мы пригласим. Батюшка-барашка заходит. Они же не откажутся. Ну, конечно, выпеки у нас нет. Они потерпят один раз такое. Они любят любить. Но мы чем-то другим займем, что-то еще. А может быть дальше как-то будет. А может Бог когда-то злодей все еще против меня и биспопа пригласил. Лично мне многие люди хотели звать сделать. Очень многие. Притом самые близкие. Я сказал, что посты вот эти, они не нужны. Их установили монахи. Мои православные должны точно исполнять. Камера на сестра подошла. Ты дай мне адрес, я напишу в сирот на меня за то, что я сказал дальше. Кто только родные близкие, все отошли. А мы как стояли, так и стояли. Я не скрываю, что мои взгляды неординатные, они не сходятся с тем, что общепринятые. Но ты живи рядом, ты увидишь, я нигде их не нарушаю, эти усталости. Я обязан не нарушать их. Твердо исполнять. Первое послание Тимофею 5.14. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода злоречия. Чтобы злата не было, надо самим жить так должно. Злоречия тоже бывают не на пустом месте. А вот по уставу когда делаешь, злоречия исчезают. Второе в Коринфеном 8.20. Остерегайтесь, чтобы нам не подверглись от кого нареканиям. При таком обилии приношениям изверяемых нашим служениям. Многие присылали деньги Павлу, денег было очень много, и он оправлял злоречий, и он заботился. Не так, чтобы касса я сам открыл, отделил, отдал кому-то. Вот у нас касса, назначенные люди, я ее не вижу даже никогда, сколько там. И всегда докладывают столько-то рублей, куда и встроители каждый год делаются отсчеты. Знаете, на душу у всех легко. И всегда спрашивают, подозрения у кого-то есть на этих людей. Мы сейчас перезберем, давайте, ты будешь здесь, все доверяют, потому разговор о деньгах вообще никогда не бывает. Докопейте на учете. Второе в Коринфянам 8, 21. Ибо мы стараемся о добром не только перед годом, но и перед людьми. Как зло истребить? Стараться, чтобы и мнение было хорошее, не подавать этого соблазна. Люди подыскиваются жуэм, подделывающим. Обязательно даже. Говорят, как бороться с мусульманством? Но это же великая беда. Я не знаю особого рецепта, другое не могу знать, что молитва. Вот я на Новокузнецке нахожусь в тюрьме. Первый вопрос в камере, когда попрестался, где мне можно молить? Я уже нашел, можно, не буду вам мешать, а в уголов встану. Нет. Тут я молюсь. Дед вам прошло. Татарченок подошел ко мне и спросил, а можно я вашему Богу буду молиться? Он мусульманин. Что его тронут? Я знать не знаю. Я немножко с ним сегодня побеседовал, он рассказал о кресте. И он сразу просился молиться. А если бы я его вон еще с дозривом, ну как Иван Грозный делал, ну и что бы было? Еще нового врага нажил. Этот другой мусульманин, он теперь ему что-то говорит, а он все равно идет молиться. Меня это не касается. Я вернулся к стенке и молюсь. Ко 8, 4, 5. Со внешними обходитесь благоразумно пользуя стрелением. Раздели эти завтра этого времени-то может и не быть. Конечно, только добро. Филиппийцев 4, 8. Наконец, братья мои, что только истина, что нечестно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достосламно, что только добродетели похвала, а то помышляйте. Вот сколько он перечислил. И из чего будет рождаться только добро. А тебя не примут. Твои дела будут перетолковывать. Ты не думай об этом. Все каким-то образом повернется в другую сторону. Бог до определенного момента позволяет злодеям злодействовать, а потом они начинают присматриваться. И злодеи потом сами на мое имя будут ссылаться. Филиппий 4, 9. Если вы научились чему? Что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. и Бог мира будет с вами. Это у меня лагерь и ребятишки. Правда, А это он всегда одинаковый. А это он первый. И в школе у вас, и в семье у вас, так это он первый. Вот это истребитель. Чтобы ребенок никогда не ссылался ни на кого. Тебя удалили, а ты не ответил. Все закончилось. маленький. Несколько раз слабее, но все равно хоть один раз и поцарается и ударит. Ну послушайте, Грузия, ну какая там страна? Кинулась мочка на льва. Она знает, что за ней дядька с дубинкой еще стоит. А эти левые еще так выжили, да зачем мы это будем делать? Да что в норме, игрушка в руках масонов, они смотрят, что делают, собственно, дома взрывают, и здесь те же самые дела 3.20.22 Не говори, я сплачну за зло. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Как уничтожают люди друг другу, клан на клан, кровная месть. У нас кого-то убили, дети у них, а теперь кровная месть теперь на них. И вдруг христиане говорят, все, надо прощать. Так это убили, у меня кого-то прощают. Но тот, если бы встал, он бы не просил, надо с него спросить. А ему сейчас не до этого, он уже пошел по-матарски. Только прощение и любовь. Да что, и врага корни. Да прямо написано, враг голоден, да корни враг. Не просто враг, а враг, который тебе великое зло сделал. Вот почему христианство встретило такой отпор во всех религиях. Говорят, что в римском патионе было 500 божеств. И все до одного последователя объявили войну христианам. Даже не надо было гадать и считать. Погибло христианство, но, оказывается, тех религий вообще нет на земле никого. А христианство сияет семенами. Притом, через разные степки. Бог нас шлифует. Мы тоже можем многое взять доброе. титул 2.4 Чтобы разумляли молодых любить мужей и любить детей. Вот если бы старые бабушки вот этим занимались, любить мужей, любить значит слушаться. Нигде мужу поперек слова не говорить. Вот это мы не научим. Развод очень близко, скандалы в семье будут. Установить и оставить от мужа беды детей. Вот потому что для чего им нужна, для чего старых нужен. Титул 2.5 Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицаются слова Божия. Сколько зла сразу уйдет, и семья разводит, и не лежит, и из-за чего каждый считает себя правым. А если бы сразу эту иерархию установили, и злом за злом не воздавали. Да, правильно. Она все говорит хорошо. Муж пришел после получи, не такое, размахал по руками, а дальше, а я ему отомщу, я уйду. Ушла, а теперь, теперь кается, была я дура, что я наделала, теперь дети растут сиротами, и прочее. Так все его терпеть надо было. Не просто терпеть, а молиться. И в мирской литературе много про это написано. кому злом за злом, но пеките садобро перед всеми. Это касается первого наших ближних. Аминь.